Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен молекулярно-генетическим аспектам диагностики мутуаэйджа-ссоциированного полипоза толстой кишки. Это состояние встречается приблизительно у каждого 200-го больного раком толстой кишки. Надо сказать, не реже, чем семейный аденоматозный полипоз. Состояние значительно более известное и лучше изученное. Мутуаэйдж представляет собой гликозилазу, устраняющую оксидативные повреждения ДНК. Прежде всего, 8-оксогуанин, продукт окисления гуанина, который комплементарен не цитозину, а аденину. В опухолях, которые возникают на фоне мутуаэйджа-ссоциированного полипоза, наблюдаются множественные замены гуанина на аденин и цитозина. То есть, эти опухоли гипермутабельны, а то, что гипермутабельно в свете последних достижений онкоиммунологии, представляется достаточно интересным объектом для изучения, потому что потенциально они, возможно, иммуногенные. Если они, возможно, иммуногенные, то, может быть, можно применять какие-то новые препараты, которые появились в последнее время. Если говорить о клинике мутуаэйджа-ссоциированного полипоза, то анамнестически он напоминает тонуированный вариант семейного аденоматозного полипоза. То есть, типично для этого состояния обнаружение десятков, ну, до где-то сотни полипов. Средний возраст больных мутуаэйджа-ссоциированным полипозом 50 лет, ну, то есть, тоже не очень ранний возраст сначала. И вот такая неяркая клиническая картина – это, наверное, одна причина недодиагностированности этого состояния, его малоизученности. А вторая – это отсутствие семейной истории, но это заболевание рецессивное, что для наследственного опухолевого синдрома, сколько-нибудь частого, большая редкость. Морфология раков толстой кишки, возникающих на фоне этого состояния, сходна с теми, которые развиваются в рамках синдрома Линча. Это, прежде всего, правосторонние раки, они низкодифференцированные, и зачастую там муцинозный гистотип. Наблюдается выраженная лимфоцитарная инфильтрация CD8-позитивными клетками, что тоже говорит о иммуногенности. Если говорить об молекулярно-генетических аспектах и популяционно-генетических аспектах этого заболевания, то характерны для него в Европе фаундер мутации, такие общеевропейские две миссинзамены. Кроме того, в некоторых регионах Европы распространены локальные повторяющиеся мутации. Для Испании характерна своя мутация, для Италии, для Нидерландов. Ну, возможно, для России. О чем я расскажу в дальнейшем. Для мутуэйч-ассоциированного полипоза характерна уникальная молекулярная подпись. И она, в частности, выражается в том, что в этих опухлях, развивающихся в его рамках, встречается лишь одна единственная из широкого спектра возможных мутаций в гене Кейрас – Г12С. Вот видна большая разница между частотой этой мутации в спорадических РТК и в колоректальных раках, ассоциированных с мутуэйч. Из всего вышеизложенного следуют некоторые критерии отбора больных на диагностику. Ну, понятно, что универсальный скрининг для такого редкого заболевания, ну, 0,4% – это довольно редкая болезнь, 0,4% рака в толстой кишке, универсальный скрининг не проводится. Но больные отбираются по наличию полипоза, по возрасту, по наличию соматической Г12С мутации. Но на самом деле консенсуса в отношении того, каких больных нужно брать на анализ, нет. Ещё предлагается ступенчатый подход к генотипированию. То есть, очевидно, нужно сначала генотипировать повторяющиеся мутации. Ну, если речь идёт о европейской популяции, то две миссензамены европейские, и, возможно, мутацию, которая характерна для данной, конкретно для данного региона Европы. Кроме того, ну, вот гетерозиготных носителей, обнаруженных при первичном скрининге, нужно обследовать более полно, ну, с секвенированием полной последовательности гена. Целью нашего исследования являлась характеристика молекулярной эпидемиологии мутуаэйдж-ассоциированного полипоза в России. В частности, мы искали повторяющиеся европейские мутации в гене мутуаэйдж среди различных групп больных раком толстой кишки. Гетерозигот мы анализировали расширенным анализом, то есть, таким образом выявляя другие повреждения, проверяли, повторяются ли эти мутации. Кроме того, мы таким образом сравнивали эффективность различных критериев отбора больных на диагностику и определили в конце популяционную частоту мутаций, которые имели повторяющийся характер. Больные, вошедшие в исследование, подразделялись на следующие группы. Это больные с полипозом толстой кишки, 30 пациентов, дальше больные, в опухолях которых обнаружена была соматическая мутация G12C в гене Кейрас, молодые больные раком толстой кишки и не селектированные случаи, последовательные больные. Кроме того, мы проанализировали довольно большую когорту здоровых доноров. Генотипирование производилось в случае двух повторяющихся мутаций с помощью аллельной дискриминации с зондами, с такмон-пробами. Кроме того, все остальное мы генотипировали при помощи высокоразрешающего плавления и секвенирования. Здесь представлены результаты исследования, исследования групп пациентов. Среди больных с полипозом обнаружено 3% случаев мутович-ассоциированного полипоза. Среди больных с соматической G12C мутацией 5%, ну, практически 6%, если округлить. Вот это, возможно, еще один случай мутович-ассоциированного полипоза, но мутация L111P новая, и так как она является миссенс-заменой, невозможно предсказать ее функциональную значимость. Молодые больные, ну, вот здесь примерно 1% случаев, ну, надо сказать, что вот эти больные были уже выявлены в этой группе, потому что они частично пересекались. Обе были отобраны из большой когорты пациентов, так сказать, из которых были выбраны все случаи с G12C мутацией, но часть случаев, значит, с молодых больных. Среди неселектированных случаев мы не нашли ни одного мутович-ассоциированного полипоза. Если говорить о тех мутациях, которые мы выявили, то это, прежде всего, распространенные общеевропейские повторяющиеся мутации Y179C и G396D. Кроме того, нами был выявлен повторяющийся характер мутации R245H. Она в Европе редкая, а у нас, ну, сравнительно часто она встречается, сопоставима с Y179C. Ну и, наконец, мы выявили новую мутацию Q293. И в нонсенс мутацию, ну, она встретилась нам единожды. Ну, про L111P уже я упоминал. Здесь некоторые клинические характеристики выявленных нами случаев мутович-ассоциированного полипоза. Видно, что все оказались... Ну, этот больной не отбирался по критерию наличия мутации G12C, но оказалось, что она в его раке толстой кишки тоже есть. То есть, в его опухолевой ткани. Так, то есть, этот критерий у нас показал наибольшую, так сказать, эффективность, что ли, в отборе больных. Далее мы определили популяционную частоту повторяющихся аллелей. То есть, ну, исходя из этой частоты, ну, из частоты выявленных нами гетерозиготных мутаций, мы определили частоту мутович-ассоциированного полипоза в популяции расчетную. Она получилась... Ну, это один случай на 23 699 человек. Но надо понимать, естественно, что это расчетная частота. На самом деле эти цифры очень неточные. Но, тем не менее, они позволяют как-то сравнить частоту мутович-ассоциированного полипоза с аналогичной частотой в Европе. Там, судя по всему, мутович-ассоциированный полипоз встречается чаще, но не так, чтобы разительно чаще. Но, тем не менее, чаще. Интересный факт еще мы отметили, что распределение мутантных оленей и мутович среди больных отличается от распределения среди здоровых доноров. Мутация G396D встречается чаще среди здоровых доноров. Это связано с тем, что она несколько менее сильно нарушает функцию гена мутович. Она гипоморфна. Итак, выводы я, опять же, наверное, не имею времени зачитать. Однако, самый основной, наверное, результат нашей работы – это то, что нами выявлена новая повторяющаяся мутация R245H. То есть, новая, так сказать, для России. Впервые в России выявлен ее повторяющийся характер. И, конечно, ее нужно включать в скрининговый этап диагностики мутович ассоциированного полипоза. Интересный факт, что за пределами России единственная популяция, описанная, в которой она встречается часто, – это в Венгрии. Почему? С чем это связано? Не слишком понятно, так как этнический состав венгерской популяции не славянский. Так, ну, в общем-то, спасибо за внимание. Спасибо, Григорий Аркадьевич. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Мариана Геннадьевна первая подняла руку. Скажите, пожалуйста, а вот по 12-му кодону какая аминокислота там будет? Потому что 12-е положение – это как раз активный центр Кирстен-РАС. И там 12-й кодон – это как раз активный центр уже белкового фермента. И должна пройти замена очень чёткая на определённые аминокислоты. И если там будет аминокислота, которая незначима для активации, тогда это абсолютно без информации, без последствий. А насколько я помню, в Кирстен-РАС там не любая мутация значима. Там только определённые аминокислоты. Какая у вас аминокислота получается в результате вашей замены? Там получается цистеин. Но вообще эта мутация самая частая в раке лёгкого. Самая частая в алине? Ну, в раке толстой кишки эта мутация встречается в 2-4%, если брать раки толстой кишки в общем. Если уйти от рака толстой кишки и рассматривать рак лёгкого, то там мутация Г12С самая частая. И она функционально значима. Это, так сказать, ну, это показано. Хорошо, удовлетворены. Евгений Наумович. А вот как раз у меня вопрос-то близкий. Почему при раке лёгкого самая частая мутация в КРС, КРС это как раз ГЦ, а при раке толстой кишки она минорная по значению, по частоте? Это связано с особенностями канцерогенеза в лёгком и толстой кишке? На самом деле мне ответ на этот вопрос неизвестен. Единственное, что я когда-то встречал статью, в которой связывалось наличие мутации Г12С в раке лёгкого с бенспиреном, который для всё-таки рака толстой кишки, наверное, не имеет такого сильного значения. Ещё один вопрос. Пожалуйста, Лев Михайлович. Григорий Арханжевич, спасибо за сообщение. Я обратил внимание, у вас там была не селектированная группа такая, и довольно много случаев... Не слышно меня? Не селектированная группа, а они тестировались на мутацию Кирстенрас или нет? Вообще да, да. И? Ну, честно говоря, я не могу вам точно сейчас сказать, сколько там было опухолей с мутацией Г12С, но там их несколько штук было. К сожалению, не могу сказать точно. Получается, что в не селектированной группе у вас ноль выявления этой мутации? Да. А там, где вы... Нет, ноль выявления мутации влечения мутации влечения мутации. Правильно. И она же выявляет... Редактор субтитров А.Семкин